МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадою компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Затапила агороды. Дмитрий Котов высветлял, як застраховать ураджай от недоброзачливости небесной канцеляры. Новый смачный тренд. В Рогачевском районе сбирают ураджай кавунов. Праца знойдится. Комиссия посаденеча незанятости пропанусь да помогу у праца у латкованни. Усе фарба – життя для тябе. У Жлобине пройшоу концерт у патрымку Тимура Мишанки. А зараза б гэтым иншим больш падрабязна. Президент Беларуси провел кадровые перостановки у судейским корпусе. Указом керавника державы Александр Павутов вызволены от посады суддзи Верховного суда с наступным оповещением об гэтым Совета Республики и назначены суддзёй и старшыньой экономичного суда города Минска. Замес яго у составу президуума Верховного суда включены суддзя Анатоль Гарновский. На новый 5-годовый термін старшыньой Гомельского областного суда назначены Сергей Шауцов. Указом таксама назначены и вызволены от посад суддзи и старшынь розных судов у регионах Беларуси. Апошня тонны и каравай будзе сабранны. Сельга с организациям в области засталося убрать менш як 4% площа узбожжавых. На сёдня гульный объём раджаю амаль 590 тысяч тонн. У тройцы лидеров Будакашалёвскі, Речицкі и Тобрушскі районы. Зараз у Чарзе на уборку больше як 300 тысяч гектаров кукурузы. Наступствы суботній стыхи пахэты дзень не дают спакой не каторым же харам ахрахаратка Яроміна Гомельського района. Увы, не кумос на гадажджу, падтопленными застаюцца каля 10 приватных падворкаў. Пад вадоя пынуліся придамавые тэрэторы і ахароды. Як знасти выход сітуацыі, высвятляў Дзмітрай Котаў. Светлана Мухаморина демонструя своя володани. Не першы дзень, а на тэрэторы і побач з домом господарыць вода. Падтопленный огород і падвал. Прозвычайный обуток часова пришлося забыть. Выратовуюць толькі гумовые боты. Інак ж ходіць немахчыма. У нас вода стоїт з прошлого падтопа. Который месяц назад? Да, месяц назад. Приїжали, правда, пероў раз МЧСники откатали, сколька можна, но все рано она оставалась в падвале. Потом, уже, наверное, это когда субботы, Люба, субботы опять пошел ливень, все с автозаправки плыло сюда к нам. И это вот сейчас, а то пройти невозможно было. Было до калена воды. Аналогична картина і у суседів. Каля десяти подворков застаються подтопленными. Господары означають, зверталися за допомогой у сельский совет. Але за отсутности специальной техники им адмовили. Одразу пасля выпадения моцных опадков у агрогородок Яромино выезжали супрацовники МНС. Але тут важно отзначить. Только у три домовлада не деясновала погроза життя и здоровья людей. Если касаться поселка Яромино, то нам поступило порядка 30 телефонных звонков от граждан. По итогам проводимых мероприятий было установлено, что в 17 домовладениях имеется угроза нарушения жизнедеятельности. Нами проводились работы по откачке воды с субботы до вторника. Вода была откачана из подвалов домовладений. И, соответственно, наши подразделения свою деятельность там приостановили. С такой проблемой заповнивают жихары агрогородка Яромино, и они не сутыкались о Николе. Подтоплений были и олени в таком масштабе. Многие стверждают, что воды стекает так шмат за неправильного ремонта дороги. Однако тюгет им причина могут разобраться только специалисты. Головное зараз – выращение первочерковых задач, а минавито – от помповка воды. На место выехал наместник старшини Гомельска Гарайвы Конкама Игорь Полуян, який взял питание под особистый контроль. Сегодня будут приняты меры, и будут работать непосредственно специалисты, чтобы устранить все выявленные недостатки. И сегодня, я думаю, это позволит нам все сделать. А вось у агрогородка Урыцкая воды каля приватных подворков уже не назирается. У субботу ситуация была иншая. Каля пошел мощный дождь, Тамара Степанова разом с семьей гостила у своего батьки. У той момент навод на улицу выйти было немогчима. Вода пришла подступать у жилые покои. Заявилась реальная погроза, и на допомогу пришли супрацовники МНС. Под полом была вода, что должна уже быть и в доме, и если эти службы не отреагировали, то я не знаю, что бы было дальше. У выходные выратовальникам разом с иншими службами пришлось опопрацовать. На областный центр и ближайшие районы за некольких годин выпала полмесячная норма опадков. Специалисты были заденешены у первую чергу. У тех местах, где потребовалась неоткладная допомога. В данном северном направлении было затоплено около 30 населенных пунктов. Очень много было звонков как в диспетчерскую службы ЖКХ, райсполкома. Они работали как в субботу, так и в воскресенье. И основные очаги уже к концу, где-то к часам к девяти вечерам уже проблема частично была снята, но эти работы продолжались как и в воскресенье, и в понедельник. При возникне неподобных здареньев треба звертаться у дежурные службы ЖКХ и на горячую линию райвы Конкама. Треба так само памятать, что наступ свой водной стихии махчима минимизовать. Конечно, надо обратить внимание граждан, которых огороды, домовладения расположены в низменности. То есть были случаи подтоплений либо угроза подтоплений. Обратить внимание, что сегодня пока есть время и возможности, провести соответствующие мероприятия, которые в принципе не требуют определенных затрат для того, чтобы себя обезопасить от таких подтоплений жилья, хозпостроек. Это устройство каналов, соответствующий уклон местности, чтобы вода скатывалась от домовладения, устройство отмостки и так далее. Ряд таких технических мероприятий, которые в принципе не требуют соответствующих затрат. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель и радиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. У Гомельской области сбирают добрый ураджай, ранее нетиповый для наших широт ягоды. Ковуны у горячих белорусских землях отшивают себе як дома. И навод на бедных хлебах ураджайность на высокем узроуне. Технологию вырошивания полосатые культуры шлифуют на доследных станциях. На одной из них у Рогачевским районе побывали наши корреспонденты. Вот мы срываем. Вот он. Низ уже поджелчел. Верх тоже желто-зеленый. Полосатый. Готовый полосатый. Александр Юдаченко саправды ведая, як учить спелый кавун. Некольки годов тому и он был тем, с кого пачался бахчавый летопись доследная сельско-гаспадарши станции. Сюль это тут высадзели две тысячи сажанцев. Уборка только пачалась, но уже зрозумела урожайность 300 сантиметров с гектара высшая, чем в минулый дебютный год. Его вырошивали рассадным способом. Змонтировали кропельный полив. От зерня до уборки шесть этапов. По технологии, которую тут распрацовали, вырастись кавун в Беларуси легче, чем бульбу. Хоть шлях до этого был нелегким. На доследные станции вы пробовали три десятки гатунков. Выбор сделали на корысть двух. Ранних Топган и Романза. Этим голландцам в зоне разыкованного землеробства комфортно. И навод засуха в регионе опынулася на руку. Ягода сама южная, но последние два года у нас все это благоприятствует для выращивания этой культуры. Температурный режим, солнце, свет, всего достаточно. Зачем нам закупать это все где-то откуда-то, если все это у нас произрастает, поэтому можно и самим выращивать и есть вкусную, спелую ягоду. Кожный кавун, первым пустить у продаж, проверять на нитраты, тяжкие металлы и радияцию. Отхиления, как правило, нема. При этом и у коште, кавун Беларус, больше штаны за импортный минимум на 30%, отрапляя у продаж прямо с поля. С полю доследные станции сбирают и первый урожай винограду. На 1 гектаре 6 гатунков, у тым леку беларуской селекции. 90% будущего поспеху говорить у саджанцах. На доследные станции они нарожаются вось у таких пробирках. Температура, освятление, усе выверенное до дробезеу. Трапление инфекций и хвороб выключено. У вынику со стяблинки у некольки сантиметров вырастает полновартосный саджанец самого высшейшего класса А. Зновинок на этой полиции буяки. Посадочный материал скупляя насильство. Дякуючу этому в регионе повелешивается колька из приватных фермерских плантаций. Голубикой мы занимаемся уже три года. Я считаю, что большие перспективы и с этим нужно работать. Мне бы хотелось что-то еще попробовать. Можно и дыню. Можно. Можно пробовать. Через пробирку прогонять можно любые растения. Любые. И за границей там работают именно занимаются вот таким вот способом размножения. Выходить, с навыковым подходом и с усветными достигнениями селекции навыд у центры Европы не только беларуская бульба, али и дыню с кавунами могут расти, як грибы. Ганна Ковалева, Вольга Кнавалова, телерадиокомпания «Гомель» при патрынце агентства «Телена Вин». Сегодня у Беларуси дейничая коля 150 комиссий по координации работы по садейниче незанятости насильництва. У нашем регионе яны створены при усіх райвы конкамах, гомельским харвы конкаме и администрациях областного центра. Куды звертаться при праце уладкованне так само отримании льгот по оплате коммунальных послуг и на кольке эффективна оказываемая допомога. Отказана гэтае пытання Олег Сенцеров шукаў у Будакашалёвскім районе. Ситуацію на рынку праце Будакашалёвскім районам назвать складанной нелега. 325 вакансий на 75 официально зарегистрованных беспрацовных. Причем частка людей с ГТГ спису зараз знаходзіць в процесі праце уладковання при ожиданні і отсудністі медицинських супроцьпоказаннів тёні жахары районам можуть отримать самая разностайна професія от рабочиха по обслуговуванню будынку і машиниста котельни до водителя і церунника. Причем крім управління по праце звернуться так само можна у районну комісію по соденечженню занятості населенництва. Заседання комісії проходят два раза в месяц, где обсуждаются результаты мониторинга проведённого, формировання базы данных. Члены комісії консультирують по возникающим вопросам части реализации декрета номер 3. Комісія готова принять любого человека, у кого есть трудная жизненная ситуация, на предмет освобождения от уплаты по предъявляемым налогам. Односно невеликую кольць людей, які покойць звертаються у районну комісію по соденечженні занятості у Бода Кошалёвец ломачить некакими причинами. По-перше, усю необхідную для населенництва информацию комісія разместила на сайте виконавчого комітета, я ей без проблем можна открыть з домашніха компьютера. Але уже у Снежній ситуація хоча і за все змініться. С початку наступного года непрацювачі громадяни повинны будуть оплажувати широк коммунальних послуг по собі кошти. Вернути і льгот зможна тільки комісія, у составі якій працівники виконавчої влади, профсоюзів і практично всіх сфер економіки. Правда, непоцієнно у комісіях радість і не чекати нового ув'язнення, а працювала ткавацца. Алена Ступакова у свій час працювала наставником англійської мови, фатографом і продавцом, а почний год знаходилась і на уліку у центрі занятості, тепер працює вахтєром у початковій школі. Мені підлагалі нескільки вакансій, котрі мені не підходіли. Але в ітогі наканецто мені позвоніли і сказали, що в начальній школі требується вахтєр. Я прийшла і вот роботаю. Для тих, хто жадає відкріць власну справу, у Будокашалівськім районі відзіляюць безвыплатні субсіди. Че це такою махчамістью? Скористалися вже шість чоловік. У вініку чого тут заявіліся відворчіці, які можна адністі до унікальних. Будо, гэта печка, у якій наші далекі проткі перапрацювання дравніну, кончатковий продукт, вугль, дзёгаць, смола. По асотніці зараз у Весопотаповка Будокашалівськім районі адновляється старожитне рамяство, яке в свій час дало назву цілому регіону. Свою відворчіць містовий працюванник Сергій Болоцов называє уталізатором дравніны. Після отримання субсіди, він виробів спеціальне обсталявання і тепер отримує запотрібований на ринку вугль. Хоч тільки гэтам проєкт не обмежовується. У наступному годі працюванник планує створіць біовігітарі, дзе будуть вирощуваць ягады. Практично безплатне ціпло для обагріву можна буде отримувати з дзючого обсталявання. Окупається за счет реалізації угля, а с побочным продуктом являється ціпло, котре пайдет на отопління ціпліць. Це просто начальний етап котельний, який буде впоследствію здесь стоять в ціпліць. Олег Сентеров, Євген Макеєнка, телерадиокомпанія Гомель, Будокошалівський район. Завтра жіхары регіона знову змогуть звернуться з питаннями до представників улади. Субботнюю прямую лінію проведзе керівник спрау Гомельського Абл-Выконкам Олена Кличковськая. Нумер телефона 33 12 37. У Гомельськім Гарвыконкамі по номері 33 09 59 звороты праймі першы намеснік старшыні Александр Сівакоў. Прамые лінію будуть спрацаваць з 9 до 12 годин. Старшыня Гомельського Гарвыконкамі Пётр Киричэнка сёння с приємной місією завітаў до вихованців Горадського соціально-педагогічного центра. У рамках доброчынной акції збяром портфель «РАЗАМ» ён привёз школьникам по дарункі до нового навучального года. А крамя таго особный сюрприз падрыхтавалі для самой установы. Євгенія Кухаронак з подрабязнастями. Збяром портфель «РАЗАМ» Гарвыконка адабрачынная акція по патрымці дяті, які засталіся без апекі баську. Гэтая хлопчыкі і дзявчынкі апынулисься у складанной ситуаціі не па сваёй волі. Гарацкі улады взяли на сабі адказнаць поклапатіцца аб' їх у тым ліку під час падрыхтавки до нового навучального года. Махчамо нове портфелі, наповнені усім необхідним, нададуть впевненісті школьникам і натхніть їх на досягненні. Пётр Кирыченко уручил портфели со школьными приналежностями як першокласникам, так і навученцам старайших класів. Пало общі тетрадки, прості тетрадки, обложки, карандаши, гуаш, потом ручки, прості карандаши, пінал, циркуль, лінійки. У мене ваще попалися тетрадки, обложки для книжок, гуаш тож, і пінал інтересний тож такий. Ми обіцяємо любити берісту, говорю, своєму малу Родину хорошо учиться і оправдати ваші надежди. Сюрпризом для усіх, навіть для педагогів, став яще один подарунок. Гомельський гарвиканкам видатковав для центра гроші на набиття спортивного інвентара. Сертифікат на 3 тисячі рублів Петр Кириченко уручив керівніству установи. Євгіння Кухаронак, Ігор Маришченка, Телерадіо, Кампанія Гомель. У Жлобіні пройшов добрачінний концерт республіканського марафону «Усе фарби життя для тебе». На гэт раз волонтёры БРСМ припатримці артиста у беларускай естрады збирали сродки для пятигадового Тимура Міщенкі, якому потрапується дорога реабілітація. З подробязностями наш корреспондент Ганна Каральчук. Гісторію гэтага хлопчыка і яго сям'ї ведаюць многі жахары Жлобіна. У выніку родовай травмы у першы дзень свайго життя Тимур опынувся у реанімації. У 10 місяців хлопчыку поставілі диагноз ДЦП – спастычный тетрапорез треці ступені з рухальными порушеннями і затрымкай психомовного розвіця. Яго батькі, Андрэй і Юлія, вирішылі, што зробять усе махчыме, якаб сын навучывся ходіць і розмовляць. Два гады лячыліся у Беларусі. Потім наведали реабілітаційні центри у Росії і Україні. Самым таким еффективним і запомінаючимся моментом стала реабілітація в школі добежаных. Ми ніколи не пробували дельфинотерапію, гидрореабілітацію, іпотерапію. Взаимодействію з животними дало нам такий определенний толчок. Фізична культура, она, можна сказати, не така, як все. Она происходила как-то більш емоціонально. Ребенок старався, йому нравилось делать то, що у нього не очень совсем получається. Після апошні реабілітації у Тимура наміціліся важні зміни. Хлопшік став самостійно жаваць, тримать постать, став уважливым. Наступне лячыня чакай яго і листопадзі. А ось для треціга курсу реабілітації у Сочі батькам потребується 6,5 тисяч доларів. До збору необхідной сумы долучився Беларусі Республіканський Союз Молоді. Самая главна цель, которую ми для себя ставим вот цим концертам, це дати резонанс цій темі. Тобто, щоб як можна більше людей, які побудуть на цьому концерте, розказали о Тимурі, друзям, соседям, неважно. Можливо, кожен поможуть по рублю, і вже к декабрю місяцю, а к декабрю місяцю треба перевести вже аванс на лічення, ми зможемо собрати ці средства. На закликав до помозі відгукнулися білорусські гурты Лас-Вегас, Провокация, Бай-Сити, виконавці Вольга Сацюк, Дмитра Королёв, Макс Лоуренс і багато інші. Під час концерту яны дарили Тимуру Цацкі і Ласункі, жадали моцного здоров'я і дякували батькам за те, що яны не покидають сына і протягують змагаця. Возможно, що це дійсно в житті в житті чоловіка за три минути, поки я на сцені, але головне, що по итогу це буде благотворительність, яка може помочь маленькій, більшій житті. Це, звісно, стоить кожного дня того, що я роблю. Все, що связано з дітьми, для мене все тревожно, все волнительно. Це ж не піар, це благое діло. А благое діло, оно всегда должно быть від чистого сердця, від душі. Це самое главное, в першу черти. Я, естественно, надіюсь, що сьогодні все артисты, хто принімає участь в цьому концерці, вони змогут этим самым собрать необхідну суму і нам удасться сьогодні зробити це хороше. Республіканський марафон «Усе фарби життя для тебе» проходит по ініціативі БРСМ з 2009 года. Йон збирає волонтерів і усіх необхідних людей, каб допомагчить дітям, яким необхідно дорогое лечення. Доброчинна акція вже допомагла дісяткам хлопчиків і дзявчинок по усій країні. Яна закликана об'єднаць, як мага більш людей вакул великій бяды одного маленького чоловєка. Саме главное то, що наші беларуси підтржують ці марафоны, вони приходять на концерты, вони перечисляють адресно, оказывають адресно поміщ діткам, які попали в бідом. Квіткі на концерт були цілком выкуплені. Усе сродки ад їх продажу будуть пералічені на доброчинний рахунок маленького Цимура Міщенкі. Даречі, паповніць яго може і любий жадаючий у любий час. Реквізіти ви зараз бачите на свайх екранах. Ганна Коральчук, Васіля Сіпцов, телерадеокампанія Гоміль Сажлобіна. Гэты, а так сама інші новіны ви можеці знайсці на нашім сайті у інтернеті па адресі www.tvrgomil.bivay Нахэтым випуск завершений. Дякую за увагу. До нових зустрічі ефірі. Дякую за перегляд! Женщина была доставлена в больницу, однак от госпитализации отказалась. Супруг был задержан по подозрению в покушении на убийство. Сейчас с ним работают следователи. Гомельским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». 14-летняя девочка пострадала в ДТП в Петриковском районе. С травмами ребёнка доставили в больницу. Около трёх часов по полудню водитель, двигаясь со стороны Гомеля в направлении Кобрина, уснул за рулём. В момент ДТП в Мерседесе на переднем сидении находилась девочка-пассажир. Водитель предположительно уснул за рулём, из-за чего выехал на полосу встречного движения, затем съехал в левый по ходу движения кувет, где совершил наезд на металлический дорожный знак, после чего прокинулся. Девочка и водитель не были пристёгнутыми ремнями безопасности. Между тем, чтобы в очередной раз обратить внимание на проблему безопасности детей на дорогах и их правильной перевозке, в автомобиле в Гомеле стартовала акция «Снова в школу». Патрульные экипажи ГАИ при остановке машин с детьми в салоне вручают пассажирам-школьникам принадлежности для учёбы. Кроме этого, инспекторы дарят световозвращающие элементы, памятки по безопасности дорожного движения и проводят профилактические беседы с детьми и взрослыми. Акция продлится до конца августа. Сотрудники госавтоинспекции во время проведения данного мероприятия будут напоминать водителям о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних в автомобилях. Кроме этого, госавтоинспекция напоминает, что с 25 августа по 5 сентября на территории республики проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», во время которого все транспортные средства механические должны двигаться с включённым ближним светом фар. Таков обзор происшествий к этому часу. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси сыграет за 13-е место на чемпионате мира по мини-футболу среди студентов. Сегодня беларусы со счётом 3-0 обыграли команду Германии. Соперник матча за 13-е место сборной Новой Зеландии. На групповом этапе команду уже встречались. Беларусы уверенно победили. А вот женская мини-футбольная сборная Беларуси сделала первый шаг на пути к финалу чемпионата Европы. Наши девушки пробились в основной раунд турнира. На предварительном этапе беларусские обыграли команду Армении 5-2, сыграли в ничью с Молдовой 3-3, заняли первое место в группе и получили путёвку в следующий раунд. С 11 по 16 сентября в украинском городе Черкассы пройдут поединки основного раунда первого чемпионата Европы среди женских команд. Соперники беларусок сборной Украины, Венгрии и Казахстана. Финал континентального первенства состоится в феврале 2019 года. В 19-м туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги Гомель дома сыграет со столичным Динамо. Матч состоится 26 августа. Стартовый свисток на поле стадиона Центральный прозвучит в 19.45. В турнирной таблице зелёно-белый на девятой позиции, соперник на третьей. В предстоящий уикенд состоятся матчи 19-го тура в первой лиге национального чемпионата. В субботу, 25 августа в Гомеле состоится областное дерби. Локомотив ждёт в гости Мозырьскую Слави. Матч начнётся в 17.00. Место проведения стадион Локомотив. В этот же день в Житковичах местный ЮАС встретится с одним из лидеров чемпионата Бобруйской Белшиной. Светлогорский химик в гостях сыграет со Сморгонью. Женская команда гонбольного клуба Гомель провела очередной спарринг в рамках своего Евротура. В польском городе Люблин подопечные Тумажачатора сыграли в ничью с местным одноимённым клубом 28-28. Самая результативная в составе гомельчана Кристина Охраменко 7 точных бросков. Мозыряне выиграли республиканскую спартакиаду профсоюзных спортшкол Погребли на Байдарках и Каноя. Соревнования проходили в Гомеле. Лучшей в общем зачёте стала команда Мозырьской из Дюшор профсоюзов по Гребли на Байдарках и Каноя. На втором месте также разместились Мозырьские гребцы воспитанники из Дюшор Жемчужина Полесья. Замкнула тройку призоров команда Гомельска из Дюшор профсоюзов по Академической Гребли. На этом пока всё. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова